Бедный Титаник никак не может успокоиться. После того, как он был разрушен однажды, теперь он переживает второе крушение на морском дне. Эксперты считают, что к 2025 году от него не останется и следа. Недавно ученые организовали новую экспедицию к Титанику. Захватывающие путешествия состоялись в 21 и 22 годах. Они изучили археологию затонувшего корабля, нанесли его на карту и сделали невероятные 8 тысяч снимков. И обнаружили, что океанические силы разрушают Титаник гораздо быстрее, чем многие другие корабли. Между тем, есть корабли, которые находятся под водой уже несколько веков, и с ними все в порядке. Почему же так? Во-первых, как и любой другой затонувший корабль, Титаник медленно разрушается под давлением и в соленой воде. Часть прогулочной палубы уже обрушилась. Ванна капитана Смита засыпана обломками, потому что на нее упала крыша. Дверь офицерской каюты тоже начала разрушаться. Носовая часть корабля еще держится, погрузившись на 18 метров в Ил, как и 25 лет назад. Но и его однажды постигнет неминуемая участь. Некоторые конструкции корабля могут прослужить гораздо дольше, возможно, сотни лет. Например, толстые котлы и поршневые двигатели. Но более легкие элементы, такие как перилы и дерево, обречены. Одной из важнейших причин, которая может ускорить процесс разрушения, это голодные микробы. Титаник разъедают. Оказывается, на Титанике есть свой особый вид бактерий под названием Халамонис Титаники. И да, он действительно назван в честь корабля. Этот вид был обнаружен в ржавых образованиях, напоминающих сосульки. Они ели корпус Титаника и впервые ученые наткнулись на них в 2010 году во время экспедиции на затонувший корабль. Эти маленькие существа медленно разъедают сталь. Они прилипают к стальным поверхностям, в результате чего образуются похожие на бугорки ржавчины. Эти наросты покрывают обломки Титаника, а пористые ржавчины затем растворяются в мелкий порошок. Как будто они пытаются превратить корабль в пыль. Добавьте сюда огромное давление воды, сверхнизкие температуры и соль. Отсюда и быстрое разрушение. Но бактерии не единственная проблема. Есть два основных фактора, которые определяют, как долго может продержаться затонувший корабль. Первый из них – это кислород. Точнее, его недостаток. По мере того, как вы опускаетесь все ниже и ниже в океан, уровень кислорода значительно снижается. Удивительно, но это действительно замедляет процесс разложения. Кислород очень важен для жизни. Если его нет, то многие организмы плохо себя чувствуют в такой среде. Кроме того, некоторые процессы химического распада, например, ржавление железа, требуют кислорода. Вот почему корабли, затонувшие в более мелких, богатых кислородом водах, обычно разрушаются гораздо быстрее. Титаник действительно находился в зоне с низким уровнем кислорода, и изначально это способствовало лучшей сохранности его конструкции. Но затем он завел свой собственный вид бактерии, как домашнее животное. Оказалось, что эта бактерия любит условия с низким содержанием кислорода. Кто бы мог подумать? Для этого есть интересная причина. На протяжении всей истории человечества большинство кораблей, как над, так и под водой, были сделаны из дерева. Все изменилось в 40-х годах 19 века, когда началась промышленная революция. Люди стали делать корабли из металлов, в основном из железа и стали, как Титаник. Наконец, они стали становиться больше и прочнее. Кроме Титаника были еще Рузитания и другие роскошные океанские лайнеры. На первый взгляд, металлические корабли гораздо лучше. Они служат дольше даже под водой. Даже если они ржавеют, они все равно держатся на плаву в десятки раз дольше, чем деревянные корабли. Разлагающаяся древесина – это пир для животных и микробов, которые ищут органические вещества, чтобы полакмиться ими. Как только деревянный корабль тонет, они почти сразу же начинают его разрушать. Одним из самых надоедливых существ были корабельные черви. Их так назвали, потому что они проделывали дыры в деревянных кораблях. Эти черви могут полностью разрушить затонувшее судно всего за два года. Конечно, для металлических кораблей это не проблема. Ведь сталь и железо очень трудно переварить. Поэтому, если они затонут в мелких и теплых водах, они продержатся долго, не боясь кислорода. Но интересно, что это работает и в обратную сторону. Металлические корабли плохо чувствуют себя в глубоких холодных водах. Деревянный корабль, если он затонул очень глубоко, будет в относительном порядке, потому что на нем не будет живности. Например, в Черном море известно не менее 60 затонувших древних кораблей. Некоторые из них были построены еще в Древней Греции. И они чувствуют себя совершенно нормально. Вы можете даже прочитать надписи на их бортах. Один из них — греческое торговое судно, построенное более двух тысяч сорока лет назад. Руль, скамьи для грибцов и даже содержимое трюма прекрасно сохранились. Теперь оно известно как самый древний нетронутый затонувший корабль. Но в глубоких холодных водах микробы, подобные тем, что питаются Титаником, зависят от железа. Обычно они получают его из геологических источников на морском дне, таких как подводные вулканы и прочее. Но теперь для поддержания их пищевого рациона есть еще и люди. Все это приводит нас ко второму ключевому фактору распада — материалам. Органические материалы оказываются явными аутсайдерами, особенно когда они подвергаются воздействию открытого океана. Не только из-за микробов, но и потому что они гораздо более хрупкие, чем керамика, стекло, камень или металл. Для того, чтобы органическое вещество сохранилось, чаще всего лучше всего его закопать. Дело в том, что окаменелости, находящиеся под землей, хорошо защищены от кислорода и бактерий, которые больше всего способствуют разложению. Возьмем, к примеру, Мэри Роуз — корабль эпохи Тюдоров, который затонул в 16 веке у берегов Англии. Многие из его деревянных конструкций и артефактов хорошо сохранились благодаря тому, что были погребены в грязи. Или золотой корабль. Он затонул у берегов Северной Калифорнии в 1857 году. На нем находилось множество сокровищ, отсюда и название. В 1991 году пара дайверов наткнулась на удивительную находку. Пара дайверов наткнулась на пару рабочих брюк с этого корабля. Брюкам 150 лет, но они сохранились, потому что находились в закопанном и запечатанном кожаном сундуке на корабле золота. Таким образом, до них не могли добраться ни кислород, ни микробы. Владелец брюк Джон Дэмонд выжил после кораблекрушения, но все его снаряжение затонуло. На аукционе в 2022 году найденные штаны были проданы за более чем 100 тысяч долларов. Но даже если Титаник полностью разрушится, возможно, к 2050 году его ждет интересная судьба. Как уже говорилось, затонувшие корабли покоятся на сумасшедших глубинах между 3 и 6 тысячами метров. Здесь находится абиссальная равнина – одно из самых плоских и пустынных мест на Земле. Это бесконечное пространство илистого морского дна. Изредка здесь можно встретить камни и валуны. Когда-то они были подняты дрейфующими ледниками. Ледники превращаются в айсберги, как один из тех, что стал причиной катастрофы. И айсберги по мере таяния, тая, сбрасывают эти камни на морское дно. Места, подобные этому, пугают людей, но для крошечных морских существ они потрясающие. В этой обширной тихой зоне обитают черви и другие крошечные существа. Одним из любимых мест их обитания являются затонувшие корабли. Титаник станет их домом, так называемым искусственным рифом. Даже после разрушения его структура будет служить субстратом для морских обитателей, подобно каркасу здания. Такие искусственные рифы создают маленькие неожиданные очаги жизни в подводных пустынях. Кораллы любят на затонувших кораблях, и это создает определенную структуру для мелких обитателей, в которой они могут прятаться и вить гнезда. Титаник уже превращается в живописное место, полное кораллов и мелких животных. Изображение демонстрирует удивительное разнообразие жизни. Креветки, омары и даже любопытные рыбы-крысоловы, курсирующие вокруг. Как риф, Титаник будет продолжать процветать на протяжении многих веков. Исследователи с нетерпением ждут возможности посетить Титаник в будущем. С помощью современных гидролокаторов и лазерного сканирования они обследуют место кораблекрушения и сделают несколько высококачественных фотографий, чтобы лучше понять состояние Титаника. Им также интересно узнать, как растут кораллы на затонувших кораблях по сравнению с другими подводными объектами, например, вулканическими рифами. Все это будет полезно для морской биологии и судостроительной промышленности.